что добрый день всем давайте начну какой-то маленький организационный момент значит мы очень ожидаем что мы проводим два экспериментальных таких мероприятия на которых будут выступать не старшие коллеги то есть не те кто уже работает в компаниях или снимается наукой в области анализа данных а послушать студенческие доклады из разных городов то есть фактически такая расширенная защита ну или студенческая конференция которая организована по рекомендациям руководителей ну то есть не просто все желающие только тех кого кого рекомендовали к попробуем заслушать доклады и посмотреть кто чем занимается какие интересные вещи происходят на урале ну и вообще в россии если мы не берем центральные регионы а вот скажем так остальную часть россии я думаю что это интересный опыт для всех кто принимает участие в наших мероприятиях я очень жду вопросов как в чат и так и в этот я буду следить за ним за ними сегодня очень внимательно с формат будет следующий то есть у студентов 15 минут до выступления и 15 минут мы можем задавать вопросы давать какие-то рекомендации и потом приходить на следующий то есть за двух докладчика про за час мы полностью прослушиваем то есть получается 15 минут доклад 15 минут консультации 15 минут доклад 15 минут консультации я знаю что здесь находится очень большое количество студентов в том числе студента физики деревенбурга из челябинска из других городов я жду что они напишут что они хотят выступить рассказать о своем исследовании получить обратную связь от старших коллег от то есть как-то пропиарить себя может быть чтобы их заметили работодатели может быть чтобы их заметили научные руководители ну и в общем то чтобы что-то было в их портфолио что это не публично выступили и значит есть такой опыт выступления на большую аудиторию как-то так если какие то вопросы сейчас в плане организации то есть мы сегодня будут студенческие доклады и мы надеемся что если нам пришлют заявки то будет выступление из челябинска 8 числа а потом мы снова вернемся к нашей стандартной схеме с выступлениями старших коллег друзья если вопрос сейчас у тех кто находится в зуме или у тех кто сидит в чате на ютюбе хорошо значит тогда давайте дадим слово первому выступающему это нурлан мамедов он с помощью нейронной сети распознает ключевые точки лица из 3d модели 3d модель я прав попробуйте запросить презентацию мы вас видим здравствуйте здравствуйте с удовольствием прослушаем послушаем что вы нам расскажете вроде запустил видно да спасибо да я начинаю меня зовут нурлан мамедов и сегодня я расскажу вам как я разрабатывал систему для генерации 3d модели описание положение человека его мимики и так план сегодняшнего доклада представлен на слайде можно видеть это займет 15 минут ожидаемо и так почему же возникла идея создать подобное приложение подобную систему а потому что сейчас растет тенденция к росту приложений которые используют видеосвязь между большим количеством людей и большим количеством имеется ввиду 100 150 людей и это все приводит к колоссальной нагрузке на интернет соединение и то есть даже сейчас можно заметить когда какой-нибудь класс или группа студентов в зуме по 30 человек уже у всех начинает поседать немного интернет и нестабильно происходит общение и чтобы снизить так сказать эту проблему можно воспользоваться этими наработками но об этом чуть позже цель работы была это создать систему для генерации 3d модели имея данные о человеке из видеопотока в камеры то есть это его положение его мимика так ну объект это видеопоток предмет это кодирование видеопотока с помощью выделения ключевых точек на лице нейронной сетью задача это проанализировать аналоги определить программные инструменты создать 3d модель которым который можно будет манипулировать для вывода и также реализовать и представить результат оказалось то что подобная система подобная идея она почти что нигде не использовалась ранее и сейчас как-то особо не развивается но по мне так это неплохая идея то что можно использовать не сам видеопоток а лишь некоторые данные о нем и как вариант представления человека это может быть 3d модель практическая значимость данной разработки эта разработка может использоваться для платформ видеоконференций у нас ранее у них зума и для skype или может дискорда для сжатия видеопотока и высокой степенью ну и также может использоваться для систем онлайн обучения курсера и другие рассмотрим же аналог оказалось то что у данной системы у данной идеи аналогов не так уж и много а если говорить точнее то аналог всего один оказался 2005 году была разработка от независимого исследователя идея это был 2005 год в этой разработке не используются нейронные сети но идея очень близка к тому который развивается который рассказывается в данной презентации и так суть в чем идет видео видео поток с помощью карты теней накладывается на лицо человека треугольная сетка которая затем который затем ну кодируется декодируется и потом уже накладывается и изменяется мэш то есть 3d модель которая была заранее подготовлена и потом накладываются текстуру текстуру минус данной разработки в том то что требуется крайне точная 3d модель которая под определенного человека сделала по моему это главный минус подобные разработки и 2005 года это весьма неплохо это отличная идея отличная реализация идем дальше в данном исследовании использовался для программной реализации использовались питом и сшар как языки программирования и основные программы для библиотеки это медиапайп для распознавания точек лица затем и кистей и тела для рендера 3d модели использовался unity 3d ну и как инструмент для работы с изображением и с видео потоком это обе рассматривались альтернатива и как длип для распознавания точек длип который распространяем 68 точек ну использование тендерфлоу с различными готовыми нейронками кстати говоря медиапайп является настройка она использует тендерфлоу лайт и свою нейронку и еще селом фреймворк но и медиапайп он наиболее точный он использует 468 точек это во первых во вторых он быстрее и третьих новее у него поживее сообщество как я понимаю а также лицензия у него свободная лицензия можно использовать коммерческих продуктах в отличие к примеру от селом фреймворка который требует ну который защищен авторским правом далее для рендера 3d модели был выбран unity по причине того что это мощный движок но он игровой движок но как как 3d рендер он им управляется тоже очень хорошо него активное сообщество развивающие разработчики много материалов и им легко можно пользоваться рассматривались пайопен джейль чтобы не использовать и шарп не использовать другой язык вы распадывается вот пайопен джейль но минус его в том то что он низкоуровневый и днем сложно сделать быстро какие-либо действия намного сложнее было также рассматривался панда 3d тоже 3d движок под подпитон но он оказался с бедноватой документации с неактивным сообществом было не так уж много материалов и были вопросы к работе с 3d моделями в плане с rigid моделями и прочим ну и также unreal engine рассматривался тоже как мощный движок он используется плюс плюс с ними много проблем так был выбран для работы с изображением был выбран open cv выбрал почему он был сколько ну наверное будет не громогласно сказать то что о принципе это уже стандарт в мире компьютерного зрения и имеет отличные возможности для всего рассмотрим работу медиапайпа можно видеть очень много информации но каша заострим внимание на самой на самих точках так в общем выглядит все 468 точек на изображении и можно это увидеть идем дальше как вообще работает вся система система ну схема представлена на слайде сначала получается кадр затем получаются точки лица с помощью медиапайп 468 точек зачем затем высчитываются значения для движения черт лица возникла небольшая проблема во время разработки впрочем использование точек из медиапайпа в unity 3d и в чем проблема в том то что unity 3d он работает трехмерной системе координат и используется единицы измерения а медиапайп он работает ну скажем так своей системе координат которая зависит от кадра из видеопотока то есть каждая точка допустим xy она относительно кадра в пикселях и глубина то есть она тоже относительно точек и она не не подходит для unity и поэтому пришлось высчитывать значения с помощью отношения что это значит идем на следующий слайд мы еще вернемся к предыдущему примеру когда я стою прямо то на моем лице есть можно увидеть некоторые точки примеру вспомним тут слайд где . носа . боковой лево челюстью правой челюсти и они при повороте примеру если поворачиваю голову налево то и это расстояние уменьшается с левой стороны справа стены увеличивается и вот за счет этого можно высчитывать угол поворота вот так впрочем и работа система атака высчитывает и также можем вертикали и горизонтали до существуют искажения это понятно в среднем 10-15 градусов на таких отношениях завязаны все движения частей лица а это покажу а это у нас рассматриваются повороты вверх вниз влево вправо также рассматриваются верхняя губа нижняя губа уголки губ и левая и правая бровь и так после этого изменяются соответствующие части на 3d модели высота высчитаны эти значения движения и после этого изменяются части как поскольку нельзя просто взять изменить к примеру какую-либо точку на 3d модели она будет ну изменение будет слишком резкими это будет неестественно выглядеть и поэтому я обратился к анимации лицо анимации как это делают кинематографе и вообще в анимационных фильмах ну и в играх тоже так это они используют риггинг модели что это значит это значит что в определенной части 3d модели ставятся кости что такое кость это вот они выделены оранжевым цветом это небольшие триггерами как как-то так можно назвать которые при движении захватывают все точки модели на мэше который находится поверх они их можно они автоматически усчитываются в 3d моделирование но это может привести не к лучшим результатом поэтому применяется весовая раскраска которая обозначает какие точки на 3d модели должна менять до или иная кость то есть вот эта кость она отвечает только за эту часть брови и немного вот ну да и и половины примерно также левая нижняя два все также они отвечают за некоторые части 3d модели итак после этого 3d модель рендерится и перейду к небольшой демонстрации того как это все работает это видео и здесь слева можно видеть как на видео потоки выводятся точки справа 3d модель повороты головы влево вправо вниз вверх перемещение головы в пространстве и перемещение также бровей рта также вот на этом кадре можно увидеть как все отношения высчитываются то есть открытие и закрытие рта но все отношения усчитываются и так они переводятся на 3d модель и что было сделано был реализован модуль для генерации 3d модели по данному микки человека и прочим данных о человеке и оказалось что для передачи данных о мимике человека требуется всего 8 значений ну то есть все эти 8 отношений и к примеру если сравнить это с передачей видеопотока в разрешении 1280 на 720 пикселей то это с учетом сжатия примерно 21 тысячу раз меньше и это может снизить нагрузку на интернет соединения на сервера в которых которых отправляется информация впрочем так спасибо за внимание я готов ответить на ваши вопросы коллеги пожалуйста задавайте ваши вопросы голосом или в чат я посчитаю их можно задать вопрос да спасибо большое за такой интересный доклад у меня вот пару вопросов насколько это вообще ресурсозатратно то есть ведь понятно что снижается нагрузка на сеть но при этом что должен иметь пользователь чтобы обработка производилась на его стороне это хороший вопрос это определенно стоило презентации сама система программная библиотека media pipe она изначально разрабатывалась под мобильные платформы под мобильные процессоры и она очень требует мало ресурсов то есть если в каком-нибудь 2005 году где было ограничение что на интернет-соединение что на мощности то сейчас впрочем нагрузка на интернет-соединение снизил нет стало такой же но скоростью увеличилась но во много раз увеличилась мощность в вычислительных машин и вычисление точек лица и генерации 3d она минимальная то есть все что генерилось все что показывалось видео демонстрация хочу делать на ноутбуке и даже если использовать какие-то алгоритмы оптимизации то это будет нам вообще не ресурсозатратно и в наше время это я думаю стоит учитывать то что можно распределять нагрузку и отправлять и оставлять и не только на интернет-соединение но и распределять между вычислительной машины здесь задали вопрос хочет спрашивать есть примеры еще модели насколько они разные получаются модели пока что 3d модели я правильно понимаю но я не могу ответить наверное да наверное 3d модели 3d моделей примеров пока что других нет но по сути можно использовать любую 3d модель которой расставлены кости ну в которой приведен вот триггинг модели и к примеру можно создать систему видеоконференции в которой там на каждое ну к примеру вы студент у вас разным или школьник у вас разные занятия к примеру физика биология и можно приходить с разными моделями на каждое занятие там забава ради и к примеру на биологии прийти к динозаврам главное чтобы кости были правильно расставлены спасибо можно тогда от меня вопрос я буду ждать пока другие коллеги подумают еще у меня вопрос такой вот я заметил что в вашем решении когда вы показываете видео и показываете модель наблюдается дрожание модели и признаки позиции головы а также когда вы ее вращаете то там присутствует движение которые заходят чуть дальше чем они есть то есть насколько я понимаю вы не используете каждый кадр по отдельности для обработки и не используя никакую коррекцию между кадрами или все-таки есть какая-то коррекция какая конкретно как вы с ней работаете как вы пытаетесь это исправить это хороший вопрос хорошее замечание в данный момент и вправду не используется никакой коррекции каждый кадр он отдельно обрабатывается отдельно генерируется 3d модель по по данным но планировалось разработать отдельные методы отдельные функции которая будет именно сглаживать эти движения и они будут не такими дерганными будут отдельно прорисовываться будет более плавным а вы не пробовали использовать фильтр калмана где-нибудь реализованы уже и ну или если там с ним сложности есть с его пониманием то можно например взять фильтр советского голая с некоторым отставанием нет я еще не рассматривал подобные фильтры и у меня вот такой вопрос еще вы говорите про 8 значений то есть я правильно понимаю что вы задаете положение лица задавая коэффициенты деформации для сетки а не позиции всех точек сетки вы сказали что у вас 8 значений на лицо правильно то есть каждый кадр это 8 значений но точек у вас больше то есть точки в двумерном или трехмерном пространстве сдаются большим количеством координат то есть получается что ваши данные передаются коэффициентом деформации оригинальной модели правильно ну можно наверно так назвать то есть точки они хоть и высчитываются 456 точек на ну скажем на компьютере клиенты отправляется всего 8 значений которые всего лишь являются отношения между какими либо точками но эти значения они получены как то есть это получается метод главных компонент применен к положением координат точек или это же коэффициенты деформации для референтной сетки это просто отношение между расстояниями этих точек относительно других точек то есть коэффициент деформации окей хорошо интересный подход у меня соответственно давайте еще коллег давайте я прощу других коллег может быть будет вопрос к александровичу юркова к александровичу с нами давайте я тогда задам вопрос да давай привет никита у меня есть такой вопрос про именно сферу применения данного решения вы сказали что это может применяться для собственно разно различного софта для конференции на каким именно я не совсем понял каким образом это может быть полезно то есть каким образом применяться главное преимущество это в том что во много раз снижается нагрузки на сведениями. Вот я хоть и привел видеоконференции, просто как самое... А, то есть вы предлагаете... Что вы хотите сказать, что мы вместо самого видео, мы просто передаем вот эти точки, и человеку как бы проекцируется трехмерное изображение вместо видео. Да, да, так все и проходит. Это... Ладно, это очень специфично, конечно, наверное. Да, это специфично, это один из видов, один из способов. Но чтобы это только сейчас 3D-голова, как я уже упоминал, MediaPipe может использоваться, он может использовать не только голову, но также кисти и части тела. И я хоть и сказал о видеоконференции, потому что это сейчас самое популярное, самое распространенное. Но вспомню какой-нибудь VR-чат, тоже недавно нашумел, ну как недавно, уже давно. И там, в принципе, подобную систему можно использовать для того, чтобы к примеру, какие-нибудь шлемы надеть или просто в виртуальном пространстве общаться большому количеству людей, используя, так сказать, 3D-аватары. Как один из вариантов коммуникации, я думаю, это интересная идея. Вот, это, кстати, да, это хороший момент, что это может использоваться именно для таких VR-решений. Никита, Никита, а есть вопросы конкретно, особенно по технической части еще? Да, нет, все, больше нет вопросов. Можно я задам вопрос из Ютуба? Я просто комментарий к тому вопросу, который был. Опа, ладно, сейчас начинается. Все хотят задать вопрос. Сначала никто не хочет, потом все хотят. Хорошо, давайте, Алексей, тогда вы уже. Просто оно, раз имеет отношение, я хочу немного пояснить. На самом деле, сжатие – это одна из частей. Есть еще чисто исследовательская часть, а именно хочется уметь генерить модельки, в которых контролируется уровень передаваемых эмоций. То есть, грубо говоря, мы делаем курс, но при этом проверяем, насколько важны эмоции преподавателя. Это тоже как один из вариантов использования подобной системы. Кирилл Александрович, вы хотели вопрос задать. Давайте… Есть звук, да? Да, да, конечно. В чат посмотрите, пожалуйста. Там от меня сейчас три ссылки есть. Соответственно, вопрос первый, что из этого, по сути, смотрели? Откуда вопрос? Потому что для меня немножко странно звучит, что аналогов нету. Потому что тот же VR-чат, если называете, то тут же надо вспоминать тот факт, что ютюберы уже три года как существуют, они уже в таком плато, если не начинают уже спадать. И тема-то на самом деле, ну, скажем так, в определенном поле сильно знакомая. Не говоря уж о том, что исследования там многие есть. Соответственно, у меня и вопрос первый с точки зрения того, как вы себя относительно них позиционируете. Идею с эмоциями – это интересно. Вот ее я, соответственно, как новизну понимаю. А вот базовую задачу я либо не понимаю постановку, либо там не так все новое, как вы думаете. Ну, это понятно. Вполне возможно, что я что-то не понимаю, поэтому я не говорю. Видно ссылки. Видно, я сейчас их смотрю. Да, такое есть. Идея не совсем новая, это понятно. Но как возможность исследования, вот тот же ютюбер, он используется больше для развлекательных целей. И он не используется в той сфере, которая была озвучена теме. Ну, как в принципе, 3D-реконструкция, она всегда была. Вспомним старые фильмы, да, ну, сколько, «Звездные войны». Наверное, с начала 90-х использовали видеозахват лица. Видео-3D-реконструкция всегда была. Но вот и то, что рассматривалось в данной работе, продвигалось, и как-то ее использование в сферах, вот, к примеру, для видеоконференций тоже. И чтобы использовать минимальное количество данных. Тот же FaceRig, витюбер, они используют большое количество точек, большее количество данных, и они направлены как раз на высокоточную реконструкцию 3D-модели и высокоточную манипуляцию. Вот я думаю, то, что вот различия как раз в целях разработки, в целях исследования. Я ответил на ваш вопрос? Окей. Ну, как вариант ответа принимается. Обсуждаем. Окей. Второй вопрос. С точки зрения, раз уж мы студенческую работу в том числе обсуждаем, а с точки зрения собственного вклада можно немножко пояснить, соответственно, что здесь действительно переиспользуется, что является относительно новизной и собственной разработкой. Ну, и так. Можно я попрошу докладчика CoinSlide включить с демонстрации, например, видео в цикле поставить, пока отвечает, чтобы на YouTube сошел контент более такой. Да, спасибо. Мой вклад, наверное, можно оценить тем, что был разработан и внедрен способ как раз снижения количества точек и вот именно передаваемых значений. То есть на просторах интернета не был найден способ, который использовал вот тоже деформацию 3D, ну, не 3D, точек лица и передающих это на 3D-модель. И то есть изначально вообще если передавать только точки, то там требовалось побольше значений, а подобное используют намного меньше данных для передачи. А также объединение MediaPipe и Unity. Вот ну ладно, это оставим. Ну, я наверное как-то за счет докладчика скажу, что он учится на программной инженерии и собственно для него, для его направления как раз и является его основной деятельностью объединения разных технологических подходов для создания новых информационных систем. Разрешите задать вопрос с YouTube. Водинов Николай спрашивает, возможно ли менять форму лица тоже ригами, скобка, костями, если допустим система будет взаимодействовать человек с другой формой лица? с другой формой лица. Я думаю, я уже отвечал на этот вопрос. Любая 3D-модель может использоваться, главное, чтобы был правильно расставлен фейс-стрик, фей, ну, то есть кости лица, был правильный ригинг приведен. Можно использовать любую модель. Главное, чтобы были расставлены кости, которые используются для системы. Хорошо, следующий вопрос. Разрабатывались VR-шлемы со считыванием мимики. Анализировали вы их как аналоги вашего решения? Не совсем, поскольку это немного вообще другая тема считывания мимики именно VR-шлемом. Если использовать это как отдельный способ именно считывание мимики, то можно использовать в данной системе, в данной разработке, но это, на мой взгляд, немного разная сфера, и если считывается мимика, но это сам же инструмент для считывания мимики, а не отдельная система передачи данных или генерации 3D-модели. Это нерелевантно. Спасибо. И еще здесь вопрос. Можно ли считать, что аналогами такого подхода являются существующие наски в Инстаграме и Стопчате? Хороший вопрос, замечание. Можно, наверное, частично считать, как уже ранее упоминалось, цели разные. Там вот идет, им нужно максимально сгенерить видео, на котором есть маск, но человек и маск. И там они используют, на самом деле, похожую систему, в плане медиапайпа примерно столько же точек. И примерно похожая система, если открывать, к примеру, редактор для создания масок в Инстаграме, но там другая цель. Там можно максимально точно определить границы маски и сгенерить коротенькое видео. Другие цели, другие ресурсы используются, ну и другое назначение, но похожие инструменты. Вот задают вопрос на Ютьюбе, сейчас вопросы пошли более на такие. Какие способы снижения размерности данных вы рассматривали? Снижение размерности данных? Я был нацелен по большей части на то, чтобы отправлять в принципе меньше данных, а не сжимать их. Получать как можно меньше данных именно с человека и отправлять тоже меньше количества данных. Вот вы говорите, что у вас 8 чисел получается по каждому кадру, правильно? Да. То есть это уже сделано снижение размерности сделано внутри самого медиапайпа? Например, да. А можно допустим сжать еще 4 сигнала или допустим сделать сжатие по временного ряда, чтобы например вы посылали видеопоток сжатый например газипом? Наверное можно, но уже наверное будет возникать потеря данных, потеря точности и я думаю при доступном интернет-соединении что есть сейчас нет смысла настолько все сжимать настолько сжимать, что уже будет именно урезаться информация. И тогда вот вопрос от меня тоже. Вы делаете технологию, которая очень здорово выглядит на мобильном телефоне, потому что где у нас самые плохие соединения это на мобильном. То есть кто постоянно с Zoom разговаривает на телефоне знает, что проблемы есть практически в любых зданиях, в любых местах. Вот такой вопрос. MediaPipe можно ли его допустим адаптировать для работы под Android под iOS и понятно, что он на Torchlight можно во что-нибудь конвертнуть или прямо напрямую наверное использовать с помощью некоторых проектов. Но пробовали ли вы это сделать например? такой вопрос насколько сильно это ждет батарейку? Он по-моему не на Torchlight а на TensorFlow и что MediaPipe почему был выбран также Unity потому что он кроссплатформенный его можно сделать и под iOS и под Android это одна часть. Далее MediaPipe он изначально разрабатывался под мобильные процессоры и собственно под мобилки и он хорошо адаптируется и хорошо можно сконвертировать для приложения на телефоне и вся система тоже она ее очень легко наветнуть в кроссплатформенное приложение я думаю она будет жрать батарейку выразились не больше чем те же маски в Инстаграме разве что скажем так будет есть батарея так же как небольшая игра 3D игра на мобилке плюс маски в Инстаграме еще вопрос значит Павел Бельтиков предлагает спрашивает использовали вы автоэнкодер но это это ладно это мы проехали значит вопрос такой насколько хорошо система работает в плохом освещении в засвеченном при разном освещении насколько сильно влияют шумы итак хороший вопрос и вправду плохое освещение влияет на в общем в работу система и влияет также ну вот к примеру на демонстрационном варианте на видео видео записывалось ночью при комнатном освещении которое идет также за спиной по-моему это можно назвать плохим освещением не недостаточным а просто плохим освещением с большим количеством шумов также это все сделано на камеру 720p и впрочем можно видеть то что система работает в принципе неплохо довольно точно но при плохом освещении понятно потому что если камера не видит мимику человека не видит черты лица то она и будет работать хуже а будет ли она работать в случае если у человека темный цвет кожи если у человека темный цвет кожи то я думаю она будет работать поскольку нейросетку для медиапайпа разрабатывали в гугл и там была я уверен там была выборка которая включала чернокожих людей и в том числе при плохом освещении я думаю да будет работать неплохо но у меня возможности протестировать не вышло я в конце концов перми не так уж много чернокожих людей но если у меня появится знакомый то я обязательно протестирую хорошо спасибо вам спасибо огромное за ваш доклад я думаю что если есть какие-то вопросы можно написать напрямую докладчику можно написать в чат да можете писать мне прямо на почту вот я надеюсь что у вас решение дойдет до коммерческого использования вы подойдитесь на какой-нибудь умник старт грант желаю вам всего самого лучшего в ваших исследованиях огромное спасибо что к нам присоединились я прошу следующего докладчика присоединиться Роман вы с нами да здесь Роман пожалуйста начинайте тема тема моего доклада поиск компетенции человека с помощью БЕРД была поставлена задача подобрать исполнителя для участия в тендере потому что это сейчас делается все вручную подбирает человек и своего видения у какого человека какие компетенции а поскольку в высшей школе экономики много различных людей с разными компетенциями это все очень тяжело и долго искать была выдвинута гипотеза можно ли автоматически на основании текста ВКР написанных под руководством исполнителя получить сферу компетенции по которой в дальнейшем можно искать соответствие с текстом описанием тендера в данной работе было выбрано ВКР выпускные квалификационные работы потому что они находятся в свободном доступе в отличие от научных статей которые в основном печатаются в платных журналах и у всех журналов разный сайт что очень удобно парсить вот вы здесь можете увидеть как выглядит сайт откуда брались данные текста ВКР и на них потом все потом они обрабатывались был рассмотрен подход TF-EDF он не подошел потому что я его не особо рассматривал потому что у него есть проблемы с анемией аммонимами и так далее потому что он их не особо различает в данной работе был использован БЕРТ БЕРТ это нейросетевая языковая модель которая рассматривает слово в контексте как он устроен на вход БЕРТу подается текст предложения и он чтобы чтобы предсказывать слово 15% слов закрывается маской и потом на выход берется вектор слов в котором выдаются вектора слов для задачи расположения предложений БЕРТ берет предложение и ему подаются в случайном порядке или или предложение подряд и он пытается предугадать они находятся вместе в тексте или в разном последовательности в оригинальном БЕРТе используется 12 слоев где на каждом слое определяется определенный контекст данного данного слова для поиска компетенций была использована библиотека БЕРТ экстрактив саморайзер она берет эмбеддинги предложений потом их кластеризирует с помощью KNN и берется потом предложение которое наиболее близко к центру кластера в качестве сумморизирующего предложения то есть в ПАИПЛАН данной работы выглядел как берутся все тексты ВКР они обрабатываются и получаются эмбеддинги и потом эти эмбеддинги кластеризуются для поиска непосредственно компетенций были рассмотрены два варианта расстояний это модуль разницы элементов манхэттеновское расстояние и квадрат разницы элементов эвклидовое расстояние также были разработаны методы поиска можно все со всеми когда каждый эмбеддинг текстового описания сопоставляется с эмбеддингом преподавателя поиск минимального эмбеддинга минимальной разницы эмбеддингов с повторами где берется разность только минимальной разницы между эмбеддингами текстового описания и преподавателей поиск минимального без повторов где одному эмбеддингу текстового описания соответствует один эмбеддинг преподавателей среднее эмбеддингов где берется среднее от всех эмбеддингов текстового описания и эмбэддингов исполнителя, и потом берется их разность. Также еще есть просто минимальная разность между эмбэддингами. В качестве теста здесь вы можете заметить, как я прогнал свою курсовую работу с помощью этого алгоритма. Поскольку не было вариантов использовать тендер, я использовал просто свою курсовую работу. Тут можно заметить то, что поиск минимального с повторами и усреднение эмбэддингов дал преподаватель, который тоже занимается программированием, программированием инженерии, а остальные с менеджмента вроде бы. Спасибо за внимание. Можете задавать вопросы. А метрики какие-то есть, которые показывают, насколько у вас хорошо обучено и как у вас это используется? Тот же вопрос. У меня не было размеченных данных, поэтому я просто брал вот эту разность с этими расстояниями и все. Давайте я отдам вас на растязание Татьяне Забниной, потому что она руководитель. Я правильно понял, вы руководитель отдела? Нет. Давайте вы представитесь. Да, я ведущий аналитик-разработчик системы машинного обучения компании Naumen. Вот, конечно, с биртом в таком разрезе я не работала, но знаю, насколько, как это сказать, скажем так, шаткая эта тема кластеризации текстов, да, и метрики, конечно, какие-то нужны все равно. То есть просто посмотреть по нескольким примерам, ой, что-то сошлось, не сошлось, это непоказательно. Вот, и здесь вопрос на самом деле, как бы в эту сторону-то будет как-то, ну, мне кажется, это нужно подумать, чтобы хоть что-то наглядно видеть. Да, я хотел как-то с этим поработать, но тут проблема в том, что не с чем было сопоставить. Вы имеете в виду вот данных непосредственных, для которых, ну, задача делается, да? Да. Можно я небольшой комментарий? Да. Небольшой комментарий, просто делаем вместе. Задача достаточно актуальная, вот именно по тендеру исполнителей. В данный момент это некоторая предварительная работа, по сути. То есть что касается качества и разметки, ну, вариантов тут достаточно много, можно на самом деле просмотреть, ну, какие-то случайные элементы, лучше на тендерах, естественно, то есть и просто померить, насколько хорошо это получается. То есть, грубо говоря, там на выборке из, я не знаю, 200 примеров, уже можно сложить какое-то впечатление. Ну, зависит там от некоторых элементов, но это вручную можно делать. То есть, в принципе, разметка вручная здесь допустима, но пока этого не было сделано, это правда. Давайте немножко вернемся тогда назад. Так, pipeline. Вот, эмбейдинги кластеризуются. Мне тогда немножко непонятно, где здесь у вас, ну, вот разметка. Вы же кластеризацию вроде делаете. В конечном решете. Ну, да. Ну, то есть вы без учителя учитесь? Или у вас как бы какой-то другой все-таки вариант обучения? Ну, да, получается обучение без учителя. Ну, зачем тогда нам разметка? Ну, просто пояснить хочется. Нет, ну, как разметка, но чтобы все равно надо как-то хоть сопоставить, ну, проверять вообще, как правильно работает. А проверять это очень тяжело, потому что надо вручную смотреть преподавателей, смотреть ВКР, которые у них писались и так далее. Ну, теоретически в кластерном анализе для того и нужны метрики, чтобы не отсматривать вручную, а понимать уже, что происходит там при кластеризации. Ну, потому что если это кластерный анализ, это же не вот как не один в один. Ну, кластерный анализ, получается, обобщает просто курсовые работы, которые были написаны у преподавателя, и таким образом, получается, его компетенции. Да. И потом вот компетенции вот сопоставляются уже. И еще один момент. Вот ваш Берт, да? Ну, то есть вы прям сам Берт обучаете? Что вы делали там? Нет, я взял предобученный Руберт от Дипавлов. Отлично. Ну, просто это не указали. Я все-таки добавлю комментарий, опять же. Что касается метрик. Понятно, что, ну, то есть какая стоит задача, бизнес-задача, найти человека, который будет исполнять, да? И понятно, что если она будет, и нам нужна ее точность. Для этого нужна разметка. Если мы этого не знаем, мы, в принципе, не знаем, можно этим пользоваться. Для проверки, да. Это, естественно, для проверки уже, ну, на конечном этапе. Но вот когда вы получили кластеры какие-то условные, да, вот эти группы, это очень важно, на мой взгляд, просто оценить математически, насколько эти кластеры хорошо получились. А вот здесь я не соглашусь. Это, на самом деле, достаточно долгий мог бы быть спор. То есть померить что-то можно. Проблема с кластером в том, что померить можно, можно посмотреть. Там какие-то тривиальные случаи эти метрики различают. Здесь есть момент, что кластеров много. Ну, в смысле, их прямо очень много. То есть они не отсекаются там никакими методами, что вы просто берете их, накидываете их. Ну, то есть вот как кластеров много, опять же. Мы же не будем бесконечно их там вводить, эти кластеры. Тоже есть как, ну, математические методы отсечки. Количество кластеров, да, уже понятно, что там больше ста смысла нет, смотрите. Они будут повторяться просто. Ну, математические, там основные методы, они очень очень математические. Я понимаю просто шаткость математики вот в данной области. Я прекрасно знаю, как бы, о чем тут речь. Но без этого работать очень сложно. Без этого, как бы, ну, оценивать, ну, просто непонятно. Даже если вы соберете уже размеченные данные, они будут уже, и вы сможете как-то проверять это, на мой взгляд, какие-то дополнительные метрики для оценки количества и качества кластеров, они только помогут, облегчат и убыстроят работу. Коллеги, да, можно, у нас есть здесь человек, который занимался выбросами, это Гарник Варильджан, он занимался выбросами некоторыми частью кластеризации. Может быть, он может дознать вопрос, связанный с кластеризацией. Гарник, вы с нами? Ну, да, я с вами. Не с тем понял, что я имею в виду подзадать вопрос. Хорошо, давайте я тогда задам вопрос, я не буду заставлять. У меня вопрос такой, какой конкретный метод вы используете? То есть кластеризации можно делать огромное количество способов. Пробовали ли вы посчитать после этого силуэт индекс, например, или какой-нибудь индекс? Пробовали ли вы иерархическую кластеризацию? Работает ли она у вас? Я не использовал метрики для подсчета. Ну, как бы я не особо пытался всякие методы кластеризации использовать. Просто там уже мало времени оставалось на этот этап. Ну, мы понимаем, но как вы привыклить и видеть идеальное решение вашей работы? Как вы видите, вот как должно все работать? Ну, надо было как-то еще больше рассмотреть метод кластеризации и посмотреть, что там лучше придает. В данной работе я просто разбивал на 10 кластеров уже, и там считались вот все эти разности. Вот, и когда вы понимаете, вы начинаете уже уходить в сравнение различных методов кластеризации, здесь уже без метрик вообще никак. Окей, мы сходим по кругу. Я бы хотел задать вопрос немножко в другую область. Как у вас устроена работа с данными? То есть, на самом деле, в моем представлении БЕРД достаточно легко запустить на данных. Но для того, чтобы его запустить, вам надо его собрать. То есть, у вас есть сайт, получается, высшей школы экономики, который надо парсить, и который, скорее всего, от парсинга будет защищаться активно спустя какое-то время. И у вас есть сайт госуслуг, на котором выкладываете... Ой, прошу прощения, какие госуслуг? Площадка государственных тендеров, которую тоже чрезвычайно сложно парсить. Плюс там документы многие по тендерам войдут в PDF, и они лежат не с самого начала, а там написано, например... Ну, там очень гетерогенные данные, очень странно выглядящие. То есть, на основании каких данных вы использовали? Может ли ваша модель динамически догружать данные, дообучать? Можно ли это... или это статически сделано на каком-то корпусе, зафиксированном, с какого-то по какое-то число? Как вы организовали эту работу? В данной работе рассматривались только ВКР, то есть, делались компетенции для преподавателей. То есть, вообще тендеры не использовались. Сайт вышки вообще не борется как-то с парсингом, поэтому было все скачивать удобно. И вот была главная проблема в том, что там тексты в разных форматах просто. Ну, какой конкретно скрипт вы использовали? То есть, какие технические ваши решения для загрузки? Ну, я вот один раз загрузил их, и все. То есть, руками загружил? Сервин, какой кошмар. Нет, нет, я пропарсил. Ну, в принципе, ну как, один раз загрузил через скрипт, и все. А можно у меня данные грузились часов в 12 где-то? Тут, наверное, для вот как раз высшей школы экономики, но не знаю, насколько, мне кажется, раз в год догружать, мне кажется, нормально. Ну, два раза в год. А вот для тендеров там почаще надо. Давайте зададим вопрос из Ютьюба. Водинов Николай спрашивает, какой способ наиболее точно определял руководителя в данном примере? Ну вот, у меня было еще несколько тестов. То есть, лучше всего работает поиск минимального с повторами и как... Вот я просто не думал на всреднение, ну там более-менее. Ну, лучше всего поиск минимального с повторами получился у меня. Спасибо. Ксения Никольска спрашивает, какие есть компетенции? Я, может, что-то выпустила или ключевые слова? Ну, вот из ВКР все ВКР кластеризовывались и как бы считали то, что их... А есть ли интерпретация какая-то их? То есть, это ключевое слово получается или что получается? Ну да, по сути, ключевые слова. Может быть, у вас есть визуализация облака или какое-то впечатление о том, как вообще организовано? То есть, по сути же, вы сейчас сделали анализ. Но я от себя добавлю, вы, по сути, сейчас, ваша система анализирует вообще научный профиль всей высшей школы экономики. То есть, в каком направлении она движется? Ну, а у каждого преподавателя отдельно только есть. Ну, вот я конкретно не могу сейчас показать, но я просматривал результаты суммаризации, но они вполне нормальные были. То есть, можно как-то представить то, что это такая сфера компетенции у человека. Хорошо. И еще такой вопрос. Можно... Павел Бельтяков спрашивает. Можно часть курсовых использовать как вализационную часть выборки? Можно. Я вот попытался это сделать. Окей. Цифров нет. Да. Но это не автоматически было сделано пока что. Коллеги, я думаю, что надо... Мы подходим к заключению. Давайте последние вопросы в чат или куда-нибудь. Можно даже в Telegram писать. Можно мне немножко в формате не столько вопросов, сколько критики. Очень быстро, не для дискуссии. Что-то, может быть, для себя возьмете, на что-то плюните, неважно. Можно открыть, соответственно, слайдик, который с прямоугольничками. Где три прямоугольничка. Вот это, да. Прошу прощения. Так, давайте очень быстро. Я просто пробегусь по пунктам. Говорю, может быть, будет полезно, может, не будет. Итак, первое утверждение о том, что простые методы не работают. Корни неправильные. Никогда этого не знаешь, пока это не проверишь. Если методов мерить нету, значит, это утверждение делать нельзя. О том, что, в принципе, какие-то методы лучше в науке сейчас работают. О том, что там есть какие-то проблемы других методов. Это утверждение верное. Но есть обратное утверждение, которое говорит о том, что то качество улучшения, которое дается более высокорунивыми методами, оно себя не оправдывает в очень большом количестве случаев. Поэтому аккуратнее с этим утверждением. Второе утверждение о том, что вы получаете что-то, что является компетенцией, и сейчас оно абсолютно ничем никак не подтверждено. Вы получаете некий мбендинг. Хороший это мбендинг или плохой – непонятно. Если это плохой мбендинг, он вообще ничего в себе полезного не содержит. Если он хороший мбендинг, то тогда он потенциально в себе содержит что-то хорошее. Компетенция – это или просто любимые слова преподавателя, которые никак не говорят о его компетентности или его отношении к каким-то предметным областям, абсолютно никак об этом не говорится. Это просто какой-то мбендинг. Во-вторых, то механизм, который получается в бендинге, то есть в данном случае Руберт, начнем с него, он тоже дообучается. Надо его дообучать или нет, соответственно, на вашей конкретной предметной области, на ваших текстах вопрос открытый. Вполне возможно, что вы получите лучшие результаты, как только догадаетесь, какими метриками мерить ваши результаты. Дальше. Само факт использования экстрактивной суммаризации говорит о том, что вы, в принципе, пытаетесь выделять важные слова, которые же существуют в тексте. Вы непосредственно используете метод, который больше озабочен не смыслом текста, а содержанием текста. И опять же, утверждение о том, что такой подход будет работать лучше, чем некие простые методы типа того же ТФА и ДФА, он подвешенный в воздухе. Да, это, скорее всего, так. Даже не скорее всего, да, это больше вероятность, что это правда, чем неправда. Но без проверки это утверждение слишком сильное, чтобы делать. Соответственно, вот это утверждение его надо тоже проверять. То есть, в частности, сам факт экстрактивности, он потенциально играет против тех утверждений, которые вы сами делаете. По кластеризации абсолютно согласен с коллегами. Соответственно, все, что касается кластеризации, вопросы, которые там касаются, до любого механизма, который получается, без хорошего понимания того, какое пространство у вас получилось, без механизма хорошо исследовать пространство эмбендингов и понимать, на что оно похоже, средствами кластеризации, средствами каких-то других алгоритмов, вы все еще не понимаете, что это у вас за пространство и что на самом деле научилась определять нейронная сеть. Классический пример из 90-х – это когда распознавали танки, научились распознавать сезон, потому что фотографии танков были одни зимой, другие летом. Вы, вполне возможно, научились распознавать все, что угодно, не знаю там, но не компетенции. Может, у вас там главное, что умеет делать система – это полураспознавать человека или еще что-то. То, что вы видите там 10 примеров, которые вам нравятся или не нравятся, очень понятная практика. Сам так делаю. Плохая, вредная, лучше таким путем не ходить, потому что у человека психологически мы видим вещи, которые нам нравятся, и мы способны просто проводить логические связи в тех местах, где их в том числе и нет. Поэтому если нам показать 10 текстов и сказать, ты тут видишь какие-нибудь логические связи, мы их там всегда найдем. К сожалению, не очень хороший вариант. Я понимаю контраргументы очень все хорошо. Я очень не люблю все метрики на сегодняшний день, которые есть в промышленности, которые проверяют качество понимания, ну, систем понимания текста, которые пытаются понять качество там, того же различных методов суммаризации. Я понимаю, что они все тоже очень сильно ограничены, но, тем не менее, они лучше, чем просто взглядом посмотреть. Все. Спасибо. Можно я добавлю? Да, просто мне хотелось лично к Роману обратиться, потому что я надеюсь, что мы сейчас не демотивировали ни в коем случае тебя дальше продолжать в этой области свои исследования и работу, потому что на самом деле суммаризация и кластеризация – это очень интересные задачи и открытые. И открытые в том числе просто в архитектурах нейронных сетей, в процессе обучения и всем остальном. Потому что это самые интересные задачки. Поэтому я надеюсь, ты покопаешься в метриках, поднимешь другие всякие методы, сравниваешь их, и поймешь, насколько это здорово. Спасибо. Я от себя добавлю, наверное, что если бы передо мной села такая задача, я бы получил вот эти точки, которые получались в конце. Причем я понимаю, что это многомерное пространство, и информация может заключаться не только в точках, но и в дистанции между ними, в их взаимном расположении. Я бы на самом деле первое, что использовал, это иерархическую кластеризацию. Причем в варианте как сингл, так и в варианте варт. И потом на основании уже полученных деревьев понимал, насколько их можно отсекать и какие вообще есть направления. Потому что, по сути, вот графы по научной деятельности, то есть есть такие графы, которые показывают, кто вообще чем занимается, то есть какие сферы деятельности человека или исследовательства связаны друг с другом, кто что-то статирует и так далее. Собственно, для таких визуализаций данные строились примерно так же, как вы строили. Там, конечно, брались какие-то более старые методы, ДТФ и ДФ прогонялся по абстрактам. Но идея на самом деле довольно популярна для обработки текстов. И построить какую-то иерархическую структуру, упаковать их в какую-то иерархическую структуру, это потрясающая идея, которая может дать очень красивую визуализацию. Коллеги, давайте последний шанс что-то сказать докладчикам, додать какие-то вопросы. Ну тогда давайте заканчивать. Всем огромное спасибо. Я рад, что у нас получилась плавотворная дискуссия, плавотворные комментарии. Я надеюсь, что студенты продолжат свои исследования, и у нас мы увидим уже завершенные работы с действительно ошеломляющими результатами о том, что получилось то, что даже не планировали. Я желаю всем самого лучшего вечера, хороших выходных и ждем вас на следующей неделе. Всем огромное спасибо, что вы присутствовали. До свидания. Спасибо, Достаня. Спасибо, пока.